Было 10 по плану, осталась ещё одна. Подожду, пока вы присоединитесь. Здесь у нас сегодня интересная новость, причём я вчера её выбрала, мне показалась она оригинальной, а потом я включила телевизор, и на нескольких, я смотрю новостные каналы, статистика и так далее, всё интересное, чтобы в курсе событий тоже быть, и на нескольких каналах, вот таких вот федеральных, говорили о том, что паслы стали таким любимым досугом много кого и по всей планете, то есть я оказалась сегодня даже банальной в выборе своей темы, то есть все говорят, и я говорю. Даже как-то стало грустно, но ничего. Я, с другой стороны, обрадовалась, что вы тоже включите телевизор и услышите об этом. Я надеюсь, что вы включите телевизор на французском, благо сейчас у нас есть у всех интернет, что бы мы делали без него, то есть вы можете включить интернет, посмотреть какие-то ролики, и у газет тоже сейчас ролики, то есть не только надо быть телевидением, чтобы видео, какие-то репортажи делать, то есть все практически СМИ и медиа, ещё и контент делают видео, так что вы услышите то, что я говорю актуально. Программа наша, наша рубрика «Новости на французском языке» или «Новости французских через новости» организована совместно в Школу французского языка, библиотека, франкотека, вот, так что нам они активно помогают, мы вместе всё это делаем, и спасибо им огромное. Сейчас только что франкотека к нам присоединилась, если у вас какие-то вопросы есть, обязательно задавайте, в течение мероприятия вам будет помогать франкотека, потом после мероприятия Школы французского языка, которая поселится, я посмотрю ваши вопросы, так что задавайте ваши вопросы прям сразу. Иногда я вас прошу отвечать чуть более развернуто, не просто да или нет. Почему? Потому что почему-то что-то тормозит здесь в Фейсбуке, и ответы поступают позже. И они иногда поступают, а я уже не совсем могу догадаться, что я спросила. Но, в принципе, задаю вопросов я немного, так что могу ориентироваться. На всех случаях, если есть возможность написать пару слов, каких-то разъясняющих, то будет интересно и более понятно. Как я буду работать, как обычно, если вы первый раз присоединились, то есть я выбрала статью, которая актуальная, которая написана буквально. Эта статья еще даже 12 часов, нет, 12 часов уже прошло, то есть суток нет, как и она опубликована, она достаточно небольшая. Все мы скрестили пальчики, чтобы я сделала это быстро. Поняла вас, читать я быстро не буду, но, в принципе, все более кундаусе, пытаюсь сделать. Кундаусе мы слою вчера проходили. Так вот, сначала читаю статью медленно, чтобы вы с ней познакомились, если вы еще ее не видели. Далее мы разбираем с вами лексику, которая связана с коронавирусом, то есть лексика, которая актуальна всегда, поскольку сейчас все говорят о нем. Далее у нас будет лексика, которая связана с сюжетом. В данном случае это у нас люди, которые изобретают пазлы, и люди, которые пазлами пользуются. Потом у нас будет лексика статьи. Она практически никогда не меняется, кроме рубрик. Быстро читаю еще раз и перевожу, чтобы вы обратили внимание к ней в конструкции. В этой статье, кстати, тоже есть ошибочки. Если вдруг вы прочли уже и заметили ошибки какие-то, вы мне напишите, мне будет интересно, то есть что вы тоже заметили, потому что иногда такие ошибки, я вам сразу про них расскажу, чтобы когда вы читаете первый раз. Потому что когда ты читаешь, и вот эта вот ошибка такая есть, не понимаешь вообще смысла даже статьи. Не статьи, а вот этого пассажа. Так вот. И потом грамматика и какие-то ремарки. В этой статье немного грамматики, много ремарок. Но из грамматики, которая есть, из ремарок, которые есть, уже некоторые я с вами обсуждала. Так что если вы смотрите уже девятый подряд выпуск, то вам совсем все будет знакомо и хорошо. И в последний раз я читаю чуть бы быстрее, чем средний ритм. Мне быстро, никак вчера, никому не понравилось. Я так поняла вчера, как я читала литературию, чуть помедленнее буду читать. И вы, в общем, уже отдыхаете, наслаждаетесь. И это вообще должно занять 30 минут. Все, у нас уже около 80. Присоединятся еще к нам по ходу дела. Я вас сейчас не буду видеть, я открываю себе статью, потому что она у меня на экране сейчас отобразится. И потом, если вдруг вам, кстати, открываете статью, надеюсь, что вы уже нашли, мы ее опубликовали несколько минут назад. Вот. И франкотека тоже в чат добавила. Так что сразу открывайте статью, не обязательно меня смотреть. Если вдруг захотите потом смотреть вот этот ролик и там, где у нас есть сразу презентация, то это будет уже в Фейсбуке, но здесь мы тоже опубликовали. И все предыдущие новости здесь есть в обсуждениях, в группе, в событиях, и на нашем канале Фейсбук, YouTube. Начинаем. Voilà. Готовимся. Слушаем. 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 Quand le confinement submerge les fabricants de puzzles. Jeux. Des puzzles qui pourraient être encore plus longs à fabriquer qu'ils ne sont à résoudre. Publié le 15 avril à 19h12. Mise à jour le 15 avril 2020 à 19h12. 3 commentaires. Transi. Partage. Un puzzle. Illustration. Depuis le début du confinement, alors, où près de la moitié de la planète se voit confinée ou privée d'une partie de sa liberté de mouvement, les puzzles voient leur côte de popularité soudainement augmenter, dépassant même leur vente de Noël. Pas de meilleur passe-temps que de passer plusieurs heures voir plusieurs jours l'esprit concentré sur un seul but, réussir à imbriquer chaque pièce avec une autre pour voir progressivement se dessiner l'image finale. Mais, ce regain d'intérêt pour le jeu de patience a surpris des producteurs désormais sous pression face à la masse de commandes comme le rapporte le New York Times. Pour Ravance Burger, producteur allemand parmi les plus importants dans le monde, suivre le rythme des commandes tout en adoptant les gestes barrières pour protéger les employés devient compliqué. Avec plusieurs semaines nécessaires pour concevoir chaque puzzle, tenir la cadence s'avère rude. Choix stratégique des images. Le processus est long et munitieux. Comme expliqué dans le Times, chaque pièce du puzzle doit avoir une forme unique car elle ne peut être enserrée qu'à une seule place. Par exemple, pour un jeu de mille pièces, mille formes différentes seront nécessaires et chacune d'entre elles est dessinée à la main. Choisir la bonne image relève aussi d'un challenge. Choisir une simple jolie image et la mettre sur un bas de puzzle ne fonctionne que très rarement concède le directeur de Ravensburger en Amérique du Nord, Philippe Franque. Selon lui, ce sont plutôt les images riches de détails qui sont les plus populaires, celles-ci permettant aux joueurs de se repérer plus facilement. à l'afflux des tendances. Un suivi des tendances sur Reddit, Etsy et Instagram ainsi que la mise en place de groupes de discussion sont aussi mis en place pour identifier des tableaux d'humeur par type de consommateur. Par la suite, un designer en collaboration avec un artiste travaille à la création de ces images. Pour les commerces, c'est difficile de répondre à la demande de leur clientèle plutôt âgée. Quand certains sont tout de même prêts à prendre ce qu'il reste, d'autres ont déjà commencé à faire des stocks. L'occasion peut-être de tester des puzzles monochrome réputés pour leurs difficultés. Voilà ! Mais bon, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez aimé l'article ? Est-ce que c'est un article intéressant ? Je vois déjà tout le monde, mais pas de commentaire pour le moment. Oui, c'est un article intéressant. Non, c'est pas très intéressant, c'est l'article le plus intéressant. Parce que vous ne vous pas de dire «Да, да, да, да ! » Je vais peut-être вспominer, ce que j'ai такое спросила, на ce que il faudrait ответить «Да » или «Нет ». Voilà ! Ну, моя задача была найти красивую статью с точки зрения лексики, актуальную, потому что как раз-таки это говорит о том, что сейчас происходит, плюс позитивно, мне кажется, это позитивно. В-третьих, вы найдете себе, может быть, если вы для себя еще не открыли такой досуг, как пазлы, может быть, вы для себя его откроете. И в-четвертых, тут, в принципе, о коронавирусе ничего не говорится, но вроде бы мы и не ушли от темы. Сейчас начинаем разбирать статью. В-третьих, все то же самое, но я тут добавила некоторых слов, хотя, в принципе, они не так конкретно относятся к коронавирусу, но если его обсуждают, очень часто эти сочетания употребляют. Повторяем, хорошо артикулируем, открываем рот, это нам тоже очень важно. Даже если вы это 10 раз уже делали, ничего, мы расслабляемся, медитируем. Le vocabulaire du virus. Le confinement, наше любимое слово, которое, сейчас забываю, карантин, или самоизоляция, мне кто-то посоветовал говорить, чтобы мы французскую реалью к российской реалью адаптировали. Вот в России это называется самоизоляция. Вот мы так и будем переводить, надеюсь, может, я это лучше слово запомню. Le confinement, ну, дословно, это заточение. Être confiné, быть заточенным. Sevoir confiné, то есть увидеть себя. Как это можно перевести «sevoir confiné»? То есть оказаться. То есть я вдруг оказалась и поняла, что я заточена, я в карантине. Sevoir confiné. Être privé de sa liberté, être privé de quelque chose, быть лишенным чего-то. Ensuite, адапter les gestes barrières, применить вот эти жесты barrières, это когда нужно носить маску, это не нужно ни обниматься, ни целоваться, хотя во Франции это очень прям трудно было в первые моменты не делать. Потом, если ты, например, чихаешь, ты чихаешь обязательно как-то так в локоть, это везде инструкции, постоянно нужно мыть руки, не трогать лицо. Вот это жесты barrières и плюс никому не подходить более чем на метр у нас. То есть вот это les gestes barrières, о которых всегда все говорят. И то есть «adapter les gestes barrières» тут говорится в контексте какой-то завода, скорее всего, вот фабрики, где это трудно, потому что само производство не позволяет прям метр соблюдать. Ensuite, «protéger les employés», «охранять», «защищать сотрудников». Вот. Все прочитаем. «le confinement», «être confiné», «se voir confiné», «тяните красиво», чтобы все прям красиво говорили после сегодня, «être privé de sa liberté», и мне нужно, чтобы это было плотно, чтобы вы тянули, чтобы ничего не было вот прям так, 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 по-русски. Ensuite, «adapter les gestes barrières», «shuera, подкрывайте рот», «adapter les gestes barrières» и «protéger les employés», «protéger les employés». И voilà. Частичку прошли. Следующее. Тут мало слов. Никак всегда. «Submerger les fabricants», как бы «потопить-утопить». То есть, слишком много, что они аж не выдерживают, и под этим весом они «submerger». «Le puzzle». Два есть вида произношений, «le puzzle» и «le puzzle». Как вы хотите. Даже Google, если они Google называют, так что. И вот я сегодня смотрела передачу, про которую я вначале говорил, если вдруг вы чуть попозже подключились, я болтала вначале и говорила о том, что вот сегодня я включил телевизор, и там об этом все говорили, и некоторые говорили «puzzle», а некоторые говорили «puzzle». И причем еще они друг с другом говорят, то есть даже не разные каналы были. Два человека с другим говорят, обсуждают, один называет так, а другой так. Так что. Я говорю «le puzzle». Но в любом случае это не «puzzle», как некоторые тоже пытались преднести. И здесь, а среди людей, которых я слышала и видели это слово впервые, потому что «u», казалось бы. То есть два варианта. «le puzzle» и «le puzzle». Ensuite, «la cote augmente», и там еще было даже «la cote de popularité». Это рейтинг «la cote». Котировки у нас тоже, в принципе, очень похожее слово. Вам будет, может быть, легче запомнить. Слово «le pastant» мы уже видели, это «dassuk». Составное слово «проводить время». Я прям даже захотела пазл теперь себе. Мне прям без него грустно теперь. Ensuite, «l'esprit concentré sur un seul but», «разум сосредоточенный на одной единственной цели». Слово «but», «but» читается двумя способами разными. Это свобода. Как хотите так называть. Я говорю «больше but». Не «больше», я практически всегда говорю «but». Но я знаю многих людей, которые говорят «bu». «bue». То есть, как хотите. Ensuite, «embriquer chaque piece» это вставлять. То есть, вот этот глагол «embriquer» часто используют, например, когда черепицу выкладывают на крыше, вот так вот, чтобы она вот лежала, вот это тоже «embriquer». Вот потому что слово «brick» тоже, видите, «brick». Все сразу картиночку составили, я надеюсь. «L'image finale», финальная картинка. «Le regain d'intérêt», «le gain» это «выигрыш», а «le regain» то есть «завоевание интереса» еще одно. Это от глагола «gagner», «выигрывать». Дальше. «Tenir la cadence» соответствует ритму, то есть ритм такой большой и вот сдерживать, держать, то есть не снижать темпов. Даже не снижать, а именно потому что ритм стал таким очень быстрым и ему нужно соответствовать. «Consevoir» это то есть как концепцию создать, да, вот концепцию создать, то есть каким он будет, как там все поделить и так далее. «Une forme unique», уникальная форма, я была удивлена, что она действительно вся уникальная. Это нормально, но я никогда об этом не думала. «Etre inséré», «inséré» это «вставить». Например, ключ в дверную скважину это тоже «inséré». И вот тут тоже вставить пазл, другой пазл тоже «inséré». «Dessiner à la main», ну мне больше что-то как бы «à la main» вручную, вот «à la main», нарисованное вручную, «relever dans le challenge», «relever de», если вообще так официально перевести, это «относящийся к юридикции чего-то». То есть, но тут, если мы переведем именно из контекста, то это тоже получается как челлендж, то есть, это тоже относится к челленджу, не так-то просто, мы даже можем сказать в русском. Вот это сделать, это тоже не так-то просто, то есть, тоже сложно. И вот это будет «relever dans le challenge». Можете, чтобы вам еще лучше и объемнее это выражение запомнить, можете посмотреть «relever de» и много примеров найти и почитать, как оно, и вы поймете, что это такое, в каких ситуациях вы сможете использовать. Дальше, «repondre à la demande de la clientèle» отвечать спросу «clienture». Читаем. Бодро, громко, хорошо, звонко по-французски. «Le vocabulaire du sujet» «submergez les fabricants» Прямо артикулируйте, как я и лучше. «Submergez les fabricants» Чтобы из вас все выходило. «Le puzzle», но не все в голосе. «Le puzzle», и давайте, «le puzzle» в вариантах. «La côte augmente», «la côte augmente», «rot округленный», «le passe temps», прям, вы должны меня своим голосом сбить, чтобы я почувствую вашу энергию. «L'esprit concentré sur un seul but», «л'esprit concentré sur un seul but», «доваврят». «На саво, чесбудит е», «ымбрикэй шаак пиеса», «у имбрикэй шаак пиеса», «у имаѣа», «у имаѣа», «муинчиво ния душаѣ». «le роган дентерет», «тенир ла каденц», «тенир ла каденц», «тенир ла каденц», «conцеваѣ шаак пиесе», «conцеваѣ шаак пиесеѣ», «une форме уник», «une форме уник», «этр инсерэй», «этр инсерэй», «десинэй а ла маѣ», «десинэй а ла маѣ», «рэлёвэ дэн шаланж», «рэлёвэ дэн шаланж», «рэпондр а ла дэманд дэла клиентэль», «рэпондр а ла дэманд дэла клиентэль». И воўа. И следуѣи момент, ла кеѣбурэр дэл артикл, мы сами же все это видели, лакеѣа первэ страничка, «таву», «ты видел», «тю тут не поправилам атакоѣ гаворный момент», «ты видел», то есть «ух ты», «вау», «что-то очень интересненькое», «метр а жур», «обновлять», «публигер», «публиковать», «партажер», «чем-то поделиться», то есть вот в социальных сетях себе перепост делать, «лэ портаж», вот этот сэл факт этого поделения, «лэ коммонтэр», «комментари», «раппорты», «дакладывать», там было «Нью Йорк Тэмс», «лэ раппорт», «салам», «не будем повторять», «тепер я читаю и перевожу», точнее больше даже перевожу, «акёѣ», первая страничка, «тавю», «ух ты», «коронавирус», «коронавирус», «когда самоизоляция топит создателей, производителей», я забыл слово, «пазлов», «жё» — это «игра», дальше «пазлы», которые могли бы быть ещё более сложными и длинными в производстве, чем в решении, то есть пазлы даже сложнее создать, чем их собрать, если эту фразу перевести на русский язык нормальный. Дальше, «публилили 15 апреля», 15 апреля это было создано, и три комментарии, 36 человек поделилось. Пазл, иллюстрация, «сначала самоизоляции», и смотрите, тут ошибочка, «alors, où», здесь нужно поставить акцент grave, тут он не поставлен, я вам объясню это в грамматике и в эвамахке, тут забыли просто его поставить, опечаточка, во время, в час, когда около половины планеты оказалось заточенной и лишенной части своей свободы движений, пазлы видят их рейтинг вдруг увеличенным, то есть пазлы начинают быть более популярными по-русски, обгоняя даже продажи на Новый год, на Рождество французском. Нет лучшего времяпрепровождения, чем провести многие часы и даже дни с концентрированным разумом на одной единственной цели. удастся, чтобы мне удалось, как бы мне, но это я добавила, чтобы удалось вставить каждый кусочек с другим кусочком, чтобы постепенно, прогрессивно увидеть, как картиночка вырисовывается, финальная. Вы еще помедитируете на эту фразу, потому что некрасиво по-русски, но я старалась, чтобы именно тот момент, который я вижу, я перевожу, чтобы вы не терялись. То есть удаваться вставить одну часть в другую, чтобы затем постепенно видеть, как вырисовывается картинка финальная. Но этот вновь появившийся интерес, то есть завоевание вот этого интереса вновь к игре на терпение удивило производителей. и теперь под давлением и перед лицом вот этой массы заказов удивило, потому что они оказались перед лицом этой массы заказов, как докладывает New York Times. Для Равенсбургера, производителя немецкого среди самых важных в мире, то есть он самый важный в мире практически, успевать с вивра, успевать за ритмом, заказов и в то же время, помните, я вам говорила, то, что друг другу обычно противопоставляется и не соответствует. И к тому же еще в этот же момент, применяя вот эти жесты барьер, чтобы защитить своих сотрудников, становится сложным. с несколькими неделями, которые необходимы для того, чтобы создать вот этот концепт пазла, соблюдать ритм и соответствовать этому ритму, оказывается жестко как бы сложно, практически невозможно. я имею в виду это прямо жестко. Стратегический выбор картинок. Процесс длинный и кропотливый. «Мю-ню-сю» – это кропотливый. Как объяснено в Times, каждый элемент пазла должен иметь уникальную форму, так как он может быть вставлен только в одно единственное место. Это конструкция «но-кю». Например, для игры в тысячу элементов тысячу разных форм будут необходимы. И каждая из них должна быть нарисована вручную. Выбрать правильную картинку. «Бонна» – это нехорошая, это правильная. Тоже является челленджем, то есть тоже сложно. Выбрать простую милую картинку и ее поместить на коробку из пазлов работает только редко. То есть так вообще обычно не работает. Но «кю» – это опять только редко работает. Признается директор Равенсбургера в Северной Америке Флип Франк или Франке. По его мнению, это скорее картинки, которые… Тут всю конструкцию нужно понять. То есть что работает обычно? Картинки, которые очень богаты деталями, они именно и популярны. А эти, то есть которые прям просто миленькая такая и которые просто поместили на коробку, позволяют игроку очень быстро… очень быстро все репереть, то есть найтись. Скорее всего, когда картиночка очень легкая, то неинтересно там, например, Микки Мауф нарисован. То есть, наверное, это неинтересно. А картинка, которая много деталей, там интересно. В потоке тенденций… Вот сейчас я переведу как-нибудь красиво обязательно. Вот слежение за этими тенденциями по мнению Reddit, Эдит, Эдси и Инстаграм или вот в Эдит, Эдси и Инстаграме. Так же, как и… Что можно делать с группами общения? То есть, создание, наверное. Вот «Мизон пляс» в данном случае как создание. Создание групп общения, чтобы идентифицировать… Тут прям сложная фраза. Мне кажется, они быстро писали эту статью. Она не очень гладкая такая, но все равно. Это хорошая статья. Чтобы идентифицировать картины смешные какие-то, наверное, которые подойдут согласно типу потребителя. То есть, кому какие нравятся, и пусть они будут веселые. Наверное, они там решают, что подойдет как картинка для паттла. «Парля-свит», вследствие чего дизайнер в коллаборации с артистом, это, скорее всего, в данном случае художник, потому что артист у нас уже был, это любой человек, который занимается искусством. Но в данном случае художник работает над созданием картинок. То есть, кто-то там что-то решает, может быть, придумывает что-то, и они уже потом дизайнер и художник изобретают то, что еще, опять же, все вручную делают и так далее. Дальше. Для Le Quiverz это магазинчики, то есть вот тот, кто продает. Для вот таких магазинчиков коммерции сложно ответить на спрос клиентуры, которая скорее возрастная. Тогда, как некоторые все же готовы взять то, что остается, другие начали уже делать стоки, то есть они уже начали собирать какие-то, хранить и копить. Le Quiverz – приятный случай, неприятный, подходящий случай может быть, чтобы попробовать пазлы, которые монохромные, которые считаются самыми сложными, то есть у них репутация самых сложных. Конструкции такие достаточно сложные, но лексики я немного выбрала. В принципе, когда вы помедитируете, вы поймете. Просто фразы здесь, они не такие, как русские. В принципе, они не сложные, но они так отличаются от русских, что нам их, когда мы переведем, будет сложно. Лучше вы, когда уже лексику это освоите, прочтете эту статью, и вам уже будет понятно именно то, что вы все слова французские уже будете знать. Что тут интересненько, я не ответила это в грамматике, Ну вот, например, certains – одни, это можно перевести некоторые, и d'autres – другие. Это вот про случаи, про которые я говорила, что вот в каких контекстах это используется, d'autres. Mais bon. Alors, comment vous vous sentez? J'espère que ça va. Как вы себя чувствуете? Все ли понятно? Сложная ли статья? Мне кажется, вот эти конструкции, они, может быть, и сложны, с точки зрения, что они очень отличаются от русского, но сами по себе, если вот уже французский вот A2, это несложно, потому что слова нетрудные. И в этом-то и состоит, что мы адаптированные тексты обычно читаем, а здесь у вас есть возможность именно вот такой… Француз поймет эту статью, вот. И вам уже к ним нужно привыкать именно вот этим арабеском мысленным, которые вот они заворачивают, как-то закручивают. Если вы часто будете читать статьи, вам уже… Ну, даже, думаю, уже тем, кто занимается девятый раз со мной, уже совсем несложно. То есть что-то удивляет, разумеется, но не прям, что это из ряда вон выходящие. Так что надеюсь, что вам нравится. И теперь грамматика. Я хотела здесь обратить внимание именно на «de», то есть «de» плюс «du» или «de» плюс «de» вместе соединили, осталось только «de». Я про это и говорила, что «bredom de». Если дальше будет партитивный, неопределенный множество числа, артикуль уходит и остается только «bredom». Дальше. «De puzzle qui pourrait» – это у нас «conditionelle». Зачем он здесь употреблен? У «conditionelle» есть очень много разных функций. И одна из этих функций, когда мы не настаиваем на чем-то, то есть мы в русском даже добавим «вероятно», скорее всего. То есть здесь будет так. Пазлы, скорее всего, даже сложнее создать, чем их собрать. Вот так, вот это вот, то есть лексическое. Именно поэтому, когда, например, журналисты у них пишут о каком-то, например, политике, они могут весь текст поставить в «conditionelle». То есть мне кажется, он своровал 2 миллиона евро. То есть вот это в «conditionelle» и никто не подерется, даже в суд не подашь. Он говорит, ну я же не был уверен, я вам просто свои мысли высказал, предположил, что называется. И вот они прям так все в «conditionelle» пишут, хотя все все понимают. Дальше. Вот эта конструкция «être» – «a» плюс глагол. Это значит, что-то должно быть сделано с этим. У нас были «de puzzle sont plus longs à fabriquer qu'à résoudre». Они более длинные, то есть долговременный процесс, чтобы создать, чем решить. Мы это уже видели. Что угодно может быть. C'est très long à cuisine. Я это очень долго готовить, не буду готовить. Себе примерчики напишите, будет понятнее. То есть не то, что даже понятнее, я думаю, что уже понятно. Вы это просто себе адаптируйте к своей речи, потому что это интересно. Дальше. Там, где было пропущено как раз таки «авсенград» – «alors où?» В час когда, в момент когда, день когда. Мы не используем «quand», мы используем «u». «Quand» вообще такое общее. «Quand j'étais petit», когда я была маленькой и так далее. «Quand le printemps arrivera», когда весна придет. Что-то такое абстрактное. А если у вас конкретное в час когда, в день когда, в год когда, например, я купила дом или в год когда у меня родилась дочь и так далее, то это будет «u». Дальше. «La moitié de la planète» – это опять же к тому же относится, потому что некоторые путают вот такие вот как «la moitié», «le reste», «la majorité», «s beaucoup de», «que de» и так далее, «la tas de» – это не то же самое. Потому что когда мы говорим «la moitié», половина чего-то конкретного всегда, здесь планета, поэтому здесь будет не «proste de», а «de la tas d'article», точно так же как «le reste du groupe» – остаток группы. То есть у нас вот три человека здесь, а «le reste du groupe» – это какое-то конкретное число людей. «A beaucoup de, que de» – это «en général», это то, о чем говорят в общем. Дальше. «Voir plusieurs jours» и даже несколько дней – это вот усиление идеи и ее немножко такое вот разворачивание, то есть детали мы даем. «Plusieurs heures, voir plusieurs jours» было в тексте. «En suite, ce qu'on s'est sûr» – это по поводу предлогов, которые я все говорю вам, что видите глагол, не теряйте времени, сразу учите, как у него дальше управление. Так нам будет постепенно, будет знакомиться каждый день один глагол, два, три, четыре, и у вас будет это копиться, так что никогда-то вы окажетесь перед лицом ста глаголов, в которых разные предлоги управления. Такого не должно быть постепенно все. Вы никогда потом не скажете, что «Ой, вдруг там все разное». Это потому, что кажется, что все разное, если вы сразу за все взялись, а если вы будете по чуть-чуть учить, то маленькими кусочками, то ничего вас не удивит. Дальше, то же самое, «Реюссир, а фэр кэлькэ шозы» или «Реюссир кэлькэ шозы» у нас уже было, вчера было. То есть, удаваться делать что-то, хорошо делать что-то. Дальше, тоже у нас было «Pour voir su dessine une image». Глаголы, восприятие, видеть, слышать и так далее. Дальше идет инфинитив, и это переводится как «Я слышу, как кто-то выходит». Я слышу, вчера был пример «Я слышу, как лает собака». Или «Я вижу моего соседа уходить». То есть, я вижу, как мой сосед уходит дословно. И тут, чтобы увидеть, рисоваться картинка. То есть, чтобы увидеть, как вырисовывается картинка. Вот у нас такая конструкция. «Дезорме» и с этих пор «ФАС А» тоже видели перед лицом к чему-то. То есть, например, «ФАС АСОЙ ПРОБЛЕМ». Столкнувшись с этой проблемой, что-то надо делать. «ТУТА АДОПТОН» Говорила вам, что у нас есть «ЖЕРУНДИФ», и когда мы ставим вот эту «ТУ», это, во-первых, мы усиливаем этот «ЖЕРУНДИФ», а, во-вторых, это используется тогда, когда два действия друг другу противопоставляются, и одно другому обычно мешает. То есть, например, «ПРОДУИР» БУКУ ПЛЮС ДЕ ПОЗЛЬ ТУТА АДАПТАН ЛЕ ЖЕСТЫ БАРЬЕР САВЕР ДИФИСИЛЬ». То есть, нужно еще больше, вроде бы, сил применить, больше людей нужно собрать, и параллельно еще и жесты вот эти «БАРЬЕР» соблюдать. То есть, это прям совсем невозможно. Потому что обычно, наоборот, должно быть больше дистанции и так далее. То есть, вот тебе примерчики напишите. «САВЕРЫ» – глагол мне нравится. «Оказываться», «Оказываться». И оказалось, и в «САВЕР КЮ». А вот тут «САВЕРЮР» и «РЮД» оказывается очень жестким и сложным. Потом, вот это мне нравится, решила вставить. «ШАКЯН», «ШАКЮН» и «ШАКЮН». Нужно тут, во-первых, понять, что так, где у нас прилагательное, а где у нас здесь местоимение. Вот «ШАКЮН», «ШАКЮН», видите, там артикль даже спрятался. «АН» и «ЮНа», это местоимение. И им ничего больше не нужно. Вот, например, «ШАКЮН», «САВЕР КЮН», «САВЕР КЮН», «САВЕР КЮН», «САВЕР КЮН», «САВЕР КЮН», «САВЕР КЮН», «САВЕР КЮН». Вы примеры себе напишите, даже можно примеры написать одни и те же, то есть только меняем местоимение или с прилагательным. «ШАК ПЕРСОН ВЮ ЭМ ЛАГЛАС», «Каждый человек любит мороженое», или «ШАКЮН ЭМ ЛАГЛАС», то есть вы то же самое пишите. Или «ШАКЮН ДУА ПОРТЕ УН РОП», «Каждая должна носить платье», например, где-нибудь на балу. «ШАК ФИЙ ДУА ПОРТЕ УН РОП», «Каждая девочка должна носить платье». То есть вот такие примерки себе напишите в парах, и вы понимаете, что здесь у меня местоимение недостаточно «ШАКЮН» мужского рода или «ШАКЮН», а здесь это прилагательное, значит, нужно обязательно поставить «Каждый кто». Дальше. Сочетание «не функционно que» мы с вами видели, это ограничительный оборот. «ТУРНЮРА РЕСТРЕКТИВ» переводится как «ТОЛЬКО». «Не функционно que» – «ТРЕРАРМО», то есть «Работает так очень редко, только очень редко». Красивая французская именно фраза, если вы над этой статьей надо помените. Мне кажется, это даже по конструкциям, можно ли сказать такая французскость статьи, это самая французская статья по степени того, как он выражает свои мысли автор. Он прям, наверное, её очень быстро писал, она в таком лёгком стиле. Вот, написано разговорно, почти, мне так кажется. Так что вы над ней поменитировали подольше, не её «сузистиме», то есть недооценивайте эту статью, даже если вы много слов таких знаете. Дальше, «СОСОМ ПЛЮТО ЛЕЗИМАЖЕ», здесь я, это прямо для самого маленького уровня, у вас есть «СЕ» и «СОСОМ», то есть «СЕ», если дальше единственное число, например «СЕ», «СЕ ТОМ ПОРТАБЛЕ», а, например «СОСОМ ДЕ ПОРТАБЛЕ», потому что это множественное число. Вот, и то же самое здесь, «СОСОМ ПЛЮТО ЛЕЗИМАЖЕ», «СОСОМ» употребили, потому что дальше идут «ЛЕЗИМАЖЕ». Что очень хочется сказать, что, например, когда мы в разговорной речи быстро болтаем, то мы можем, в принципе, сказать «СЕ», «ЛЕЗИМАЖЕ», то даже такое возможно, то есть единственное число, а дальше множественное, существительное. Такое возможно можно услышать. Но вообще по правилам «СОСОМ» значит множественное, «СЕ» значит и детственное. Следующее, «ПЕРМЕТРУ ДЕ ФЕРЬ КЕЛЬКОШОЗ» позволит что-то кому-то сделать. И там можно еще добавить «А КЕЛКЮОН». «ЖЕ ТЕ ПЕРМЕЙ ДЕ ПАРТИРЬ». «Я ТЕБЕ РАЗЛЕШАЮ ОТИН». «ЖЕ ПЕРМЕЙ А МОН ЭНФАН ДЕ СЕ ПРОМНЕЙ». «Я разрешаю своему ребенку гулять». Правило себе… Не правило, а пример напишите себе будет всегда вот перед глазами. Дальше. «ЛА МИЗА ОН ПЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ», «ПУБЛИКАЦИЯ». Вот надо было здесь как создание. То есть в зависимости от того, к чему относится, вот это «ЛА МИЗА ОН ПЛАСЬ» может переводиться по-другому. Вот этот глагол «МЕТР», его «ПАТИСИП», и вот потом уже существительное «ЛА МИЗА», оно вообще мультифункционально. «ЛА МИЗА ОН СЕНН», «ЛА МИЗА ОЖУР», «ОБНОВЛЕНИЕ», то есть на все случаи жизни. «ПАРЛЯ СУЮТЬ», «ДАЛЕЕ», то есть что происходит? «ДИФИСИЛЬ ДО РЕПОНДРА ЛА ДЕМОН ДО ЛА КЛИОНТЕЛЬ», я вам говорила, что если «ДИФИСИЛЬ А РЕПОНДР», то «А» будет. «А» если какое-то продолжение идёт? «ДИФИСИЛЬ ДО РЕПОНДРА ЛА ДЕМОН ДО ЛА КЛИОНТЕЛЬ», «ДО ЛА КЛИОНТЕЛЬ», то «А» будет. «И УЖЕ ВИДИЛЬ ТОЖЕ» «ЭТРО ПРЕТ А ФЕРЬ КЕЛЬКОШОСЬ», «БУИТ ГАТОРУМ ДЕЛЬ ЧТОТЕ», «И БУИТ ГАТОРУМ ЧИМУТЕ», «ЭТО БУЛИТ». «ДО РЕПОНДЕЛЬ» «ДО РЕПОНДЕЛЬ» «ЛЕ ФАБРИКОН ДЕ ПУЗЛЕ» «ДЕ ПУЗЛЕ КИ ПОРОЯТ» «ЭТРО ПЛУ ЛОГ А ФАБРИКЕ КАР РИСОДРА» «АЛОР УУ» «О МОМЕН ОУ» «ЛЕ ЖУР УУ» «ЛА МОИТИЕ ДЕ ЛА ПЛАНЕТЕ» «ВОР ПЛУЗИЮР ЖУР» «СЕ КОНЦЕНТРЕ СУР» «РЮЩИР А ФЕР» «ПУВАР СЕ ДЦИНЕ ИНИМАЖ» «ДЕЗОРМЕ» «FACE À» «TOUT EN ADOPTANT» «S'AVERER RUDE» «CHACUN, CHACUNE, CHAQUE» «NE FONCTIONNE QUE TRÈS RAREMENT» «Ce sont plutôt les images «PERMETTRE DE SE REPÉRER» «LA MISE EN PLACE» «PAR LA SUITE» «DIFICILE DE REPONDRE» «A LA DEMONDE DE LEUR CLIENTÈLE» «ÊTRE PRÊ A FAIR» «ÊTRE PRÊ A QUILE CHOUSE» «Э ВОЛА» «Читаю в ритме, который будет чуть быстрее, чем средний, но не быстрый» «А вы слушайте, наслаждайтесь и потом напишите мне, пожалуйста, разницу в восприятии» «То есть в начале у вас было…» «То что мне там было трудно разобраться с процентами вчера» «Напишите, пожалуйста, через дробь» «Понимала на 60, дробь 90» «Я тогда пойму вообще, к чему я это спросила» «И, опять же, мне важно у одного человека как изменить» «Потому что так прям сопоставлять было мне невозможно» «Читаю» «Аккёль, тавю, коронавирус, «кан ле конфинеман субмерж ле фабрикан де пёзл» «Де пёзлэ, ки порэтэтэтро, кончастливы Охлэл» «А рефортре» «Поблие» «Мисъ а жур ле 15 авриль 2020 а 19h12» «Мисъ а жур ле 15 авril 2020, а 19h12» «Тои» «Комментарь» «Транти», «Партач» «Ан пёзл» «Илустраст» «Депи ми дебюто дюкофиненен, «Алор, а оз прятая на маятие де ле планет», Субтитры создавал DimaTorzok Mais ce regain d'intérêt pour le jeu de patience a surpris des producteurs désormais sous pression face à la masse de commandes, comme le rapporte le New York Times. Pour Ravensburger, producteurs allemands parmi les plus importants dans le monde, suivre le rythme des commandes tout en adoptant les gestes barrières pour protéger les employés devient compliqué. Avec plusieurs semaines nécessaires pour concevoir chaque puzzle, tenir la cadence s'avère rude. Choix stratégique des images Le processus est long et minutieux. Comme expliqué dans le Times, chaque pièce du puzzle doit avoir une forme unique car elle ne peut être insérée qu'à une place. Par exemple, pour un jeu de mille pièces, mille formes différentes seront nécessaires et chacune d'entre elles est dessinée à la main. Choisir la bonne image relève aussi d'un challenge. Choisir une simple jolie image et la mettre sur une boîte de puzzle ne fonctionne que très rarement, conseille le directeur de Ravensburger en Amérique du Nord, Philippe Franck. Selon lui, ce sont plutôt les images riches de détails qui sont les plus populaires, celles-ci permettant aux joueurs de se réparer plus facilement. À l'afflux des tendances. En suivi des tendances, sur Adip, Etsy, Instagram ainsi que la mise en place de groupes de discussion sont aussi mises en place pour identifier des tableaux du Nord par type de consommateur. Par la suite, un designer en collaboration avec un artiste travaille à la création de ces images. Pour les commerces, difficile de répondre à la demande de leur clientèle plutôt âgée. Quand certains sont tout de même prêts à prendre ce qu'ils restent, d'autres ont déjà commencé à faire des stops. L'occasion peut être de tester des deux, les monochromes, réputés pour leurs difficultés. Eh bien, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Dites-moi s'il vous plaît, si tout va bien. Et voilà, j'ai tout vous écouté. Je vous souhaite de voir, j'espère que vous avez beaucoup de progrès. Je vous souhaite de faire un progrès. Je vous souhaite de faire un progrès très bien. Je vous souhaite de faire un progrès à 40 minutes. Je vous souhaite de faire un progrès. Je vous souhaite de faire un progrès à la vidéo. Pour parler, пока у нас ne y a pas de temps, contracted, güvolem обсуждать, mit. C'est bel un progrès à la prancotticité. Voilà, pour ce oui. Завтра мы вам сообщим Вечером, я думаю, что мы вот это решим Вот И благодарю франкотеку Благодарю для тех иностранных За сотрудничество вас За то, что вы с нами И пишите ваши Добрые слова, очень приятно Желаю вам хорошего вечера И до скорого, покупайте себе пазл Ведь это мейнстрим, может быть, экспорт не будет Это была маленькая реклама пазл Видео скоро будет на ютубе Если вдруг захотите увидеть с тем Что у меня перед глазами То есть с презентацией и с словарем Завтра у нас будет 10 занятие И потом мы сообщим о семантике Ба-ба-ба, а пьян-то